Приветствую вас. Для начала надо бы определиться с тем, чего вы все-таки хотите. То есть вы спрашиваете у нас, не опасно ли сыну ехать в купе. Вот. И в то же время вы говорите, что у вас есть страх и что вы хотите этот страх преодолеть. Значит, если вы считаете, что опасно, или если есть основания, полагать, что опасно, кстати, это опасность должна быть ярко выражена, вот, потому что в противном случае это просто паника и нежелание позволять сыну действовать сколько-нибудь самостоятельно. Вот. То есть это очень важный на самом деле момент, почему вы считаете, что он опасный и насколько вообще он имеет проблемы, да, насколько ему вообще, к примеру, тяжело и трудно, вот, и насколько он, ну, действительно способ, эээ, способ, эээ, себя обеспечивать, да, насколько он способен себя обслуживать, действительно, вот, на самом деле, насколько он все это может делать, вот. Вот. Это очень важно понять. То есть если ваш страх действительно обоснован, да, вот, то с этим, безусловно, нужно что-то делать, с этим, безусловно, нужно работать, вот, безусловно. С этим, безусловно, нужно работать, если у вас есть обнования, там, полагать, что сильнее справиться, к примеру. Да, это у нас будет доказательство. Вот. А если, если доказательств нет, то в таком случае можно говорить о том, что ваши страхи беспочвены, и они преследуют какую-то, вообщем, свою цель уже, то есть вам это нужно, для чего-то, вам, эээ, самой, нужно это, зачем-то, вот. И вопрос здесь заключается в том, зачем, для чего, для чего, для чего вам нужно это, то, что, собственно говоря, вы боитесь. Страх, 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 как правило, преследует определенную цель, у него есть определенные причины у страха, вот. И, соответственно, первое, что нужно понять, это, что стоит за страхом. Что стоит конкретно за страхом вашим? Какие-то желания. К примеру, желание не отпускать своего сына куда-то. Потому что он вам, к примеру, нужен. Ну, в большей степени, да, нужен вам, чем, вам, к примеру, чем, чем, чем был бы в норме, скажем так. Вот. К примеру, вы боитесь остаться одна. К примеру, вы чересчур живете с сыном. Вот. Вариантов тут может быть довольно много. Именно с вашей точки зрения, именно с вашей стороны. Вот. Это нужно исследовать. Потому что вот так сказать, ну, абсолютно невозможно. Нужно анализировать ваши отношения с сыном. Как вы относитесь к его инвалидности? Тоже очень важный момент. Потому что, эээ, эээ, эээ. Эхэ, эээ. Возможно вы относитесь, ээээ. К его инвалидности, эээ, так что, по вашему мнению, да, он, ээээ. Эээ, ээээ, ну, ни на, ни на что не способен, да. Ничего не может, и, эээ, ну, соответственно. его нужно постоянно опекать, ну здесь очевидно имеют место ваша позиция, т.е. ваш страх как защита, к примеру защиты свои привязки к сыну, скажем так, т.е. ваш страх он собственно говоря призман защищать вас от потери смысл жизни, которым сейчас на данный момент является ваш сын, вот и это на мой взгляд достаточно скверная позиция, потому что она ограничивает сына, которому нужно самому формироваться, учиться, учиться, адаптироваться, приспосабливаться, вот и т.д. т.е. в принципе, в принципе, ваш страх он понятен в принципе, но важно отделять, важно отделять заботу о нем и уважение к нему, да, уважение там, к примеру, ну допустим, уважение к его выбору, да, уважение к его решения и т.д. вот, это нужно отделять от того, чего хотите вы, от того, что нужно вам, от того, в чем нуждаетесь вы в стану. На мой взгляд, неразграничение этих двух моментов и подмена понятий в этих двух моментах, подмена понятий, ведет лишь, ну, к очень негативной истории, ну, ведет к негативной истории, ну, к примеру, связанной с тем, что сын будет под излишним вашим контролем, вот, что по итогу приведет к тому, что ему будет просто тяжело в жизни, потом, ну, дальше, дальше ему будет тяжело, вот. Я не знаю, если вы хотите этого, то пожалуйста, но если вы все-таки заботитесь о своем ребенке, если вы хотели бы, чтобы у него все было бы хорошо, вот, то мне кажется, что вам нужно все же его отпустить, вам нужно заниматься другими вещами, вот, вам нужно заниматься другими делами, вам нужно заниматься собой, потому что сын уже уверен, что у него больше появилось своих каких-то желаний, и, на мой, на мой взгляд, вам придется привыкать к этой идее, что он больше вам не под контролем, не подвластен, и так далее, вот. Но это, опять же, зависит исключительно только от вас. То есть, если вы понимаете это, если вы готовы работать над своими подобными желаниями, к примеру, если вы, вот, допустим, на протяжении, ну, допустим, на протяжении того времени, да, пока ваш сын зависел от вас, да, если вы, допустим, привыкли его опекать, если вы привыкли там что-то для него делать, постоянно, к примеру, вот, то вот от этого вам, конечно, нужно отходить, безусловно, там ничего хорошего в этом, в принципе, нет и быть не может. С другой стороны, я вас прекрасно понимаю, да, я прекрасно понимаю, что, если вы, к примеру, отвыкли что-то делать для себя вообще, вот, и привыкли все делать для сына, привыкли к тому, что ему нужно помнить, что нелегко признать то, что как бы там ни было сын вырос. Вот. Тем не менее, это необходимо, и сделать вам это нужно, если не для себя, то хотя бы для него, вот. Потому что иначе ему, ему будет еще тяжелее. Вот, кстати говоря, ему нужна вера в вас, ему нужна вера в вас, вера в то, что он справится, то, что он сможет, вот, то, что у него получится, вот. Ему нужна вера в вас, поэтому было бы здорово, если бы вы поддерживали, если бы вы поддерживали его, если вы как-то помогали бы ему, ну, в его желании становиться самостоятельным, скажем так. Вот. Это, мне кажется, было бы ему очень кстати. Так что, переоцените еще раз те аспекты, которые, которые являются для вас сейчас значимыми, переоцените те аспекты, которые, которым, которым вы, к примеру, следуете, вот. И подумайте, подумайте, то ли это действительно, чего вы хотите для, к примеру, себя и для своего ребенка, вот, которого вы вложили, я уверен, много энергии, много сил и времени. На этом все, в принципе. Ага. Я надеюсь, что помог вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Продолжение следует...